Всем привет, с вами Люда Блаж Суприм, добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня у нас с вами пятница, значит пришло время Королевского дайджеста. И казалось бы, в среду я вам рассказала самые главные новости. Что я еще могу рассказать в пятницу? Да, это я про тур Сасекских. Но нет, в королевской семье много чем занимались, пока Меган и Гарри были в Нигерии. Самый главный вопрос, случилась ли какая-нибудь битва за внимание и успешно ли она прошла. Сегодня будем разбираться, так что уверена, как всегда, будет очень интересно. Так что саживайтесь поудобнее, наливайте чек-кофеок и погнали. Начну я сегодня с Чарльза, который так быстро вошел в королевскую жизнь, что как будто бы никаких проблем со здоровьем-то и не случалось. Даже вышел новый портрет к анонсу о том, что король стал патроном ланкашерского крикета. Очень интересный выбор. Фото, очевидно, с той же фотосессии, которая была у них с Камилой еще до коронации. Хорошая фотка, такая крепкая, классическая, я такие люблю. Но вот то, что меня повергло в недоумение, это портрет. Искусство, конечно, это штука субъективная, и на этой неделе стало понятно, насколько субъективная. Королю Чарльзу презентовали новые портреты. Судя по всему, Чарльз сам в шоке от увиденного. Король в форме Валийской гвардии. Портрет был написан еще до коронации. И лицо, конечно, портретное сходство, 10 из 10, ни с кем не спутать. Этот момент мне, в принципе, очень понравился. Но обилие красного, такое ощущение, будто на картину наложили какой-то красный фильтр. И Чарльз из завесы красного пытается пробраться, но высунуть получилось только лицо. Чего я только в комментариях не прочла. Что у себя в Телеграме, что в англоязычных. И основная ассоциация, конечно же, кровь. Чарльз Дракула, кровавый барон, демон, как его только не называли. Кому-то хотелось пошутить про борщ и томатный сок. А кто-то, прости господи, сказал, что Чарльз осуществил свою давнюю мечту. И, наконец-таки, стал тампоном Камилы. Рассматривали символизм бабочки на плече Чарльза. А что это? Метафора души или просто бабочка-монарх, потому что Чарльз монарх. Сам же автор сказал, что бабочка символизирует красоту природы и подчеркивает стремление короля к защите окружающей среды. И, кстати, это идея самого Чарльза. Как по мне, бабочку ни с первого, ни с третьего, ни с десятого раза так просто и не рассмотришь. Работа шла три года над портретом, и Чарльз сам позировал. Но мой любимый комментарий из моего Телеграма от Юлии. Кто-нибудь уже пошутил, что портрет Чарльза был написан вареньем из Монте-Сито? Вот вам и разгадка баночки под номером один. Не подкопаться. Есть люди, кому портрет понравился, и они сказали, что Чарльз, как художник, тоже, в принципе, этот портрет оценит. Он, может быть, как художник-то и оценит, но как монарх ассоциация с кровью и тампоном, ну, такое себе. На мой субъективный взгляд, получилось как-то не очень. Художник, может быть, задумывал цвет багряны, цвет королей, но все пошло куда-то не туда. Опять же, на мой субъективный взгляд, на мой личное мнение, портрет мимо. Автор Джонатан Е, ранее уже работавший с королевской семьей, но как-то там иначе все было. Портрет будет висеть в Дрейперс Холл в лондонском Сити, возможно, не на самом видном месте. Хотя, учитывая, что они и заказали портрет, может быть и на видном, в красном углу избы. Короче, для меня портрет Чарльз это что-то, ну, вы поняли в общем. Но искусство сейчас повсюду, особенно, когда наш мир так плотно слился с диджитал миром. Там дизайнеры вообще боги, такое могут сотворить. А еще есть крутая профессия UX-UI дизайнера. Знаете, что это за профессия? Одна из самых востребованных на стыке творчества и аналитики. Что они делают? Они создают удобный и понятный дизайн мобильных приложений и веб-сайтов. И стать таким специалистом можно без навыков программирования вместе с контентом. Это крупнейшая профильная школа дизайна. Тут не только теория и практика, тут реальный опыт работы в профессии. Настоящие брифы от партнеров, дизайн конкурса и хакатоны. Получать такую крутую профессию вместе с контентом – это вообще отдельный вид удовольствия. Сами посудите, если говорить о перспективности профессии. UX-UI дизайнер создает дизайн интерфейса вашего телефона, умных часов, ютуба, до чего угодно. Но вы знаете, чем отличается UX-дизайнер от графического? Вы не работаете с заказчиком, который иногда бывает, ну, ку-ку, чего уж тут скрывать. Ваш продукт решает задачи бизнеса. Например, увеличить посещаемость сайта, вырастить прибыль компании. Ну, надеюсь, вы поняли, что такие специалисты очень востребованы. Джуны получают от 90 тысяч рублей, а старшие специалисты – 210 и выше. Но можете быть уверены, что с контентом вы очень быстро станете уверенным специалистом. Потому что программа курса направлена на максимальную наработку опыта в дизайне за 16 месяцев. А по итогу – 12 работ в портфолио. Не беспокойтесь, все приходит с опытом, а опыт приходит с контентом. Так что дерзайте. Курс UX-UI дизайнеру контентом – это нечто уникальное и особенное. У меня еще для вас есть промокод BLASH, который дает скидку 45%. Так что заглядывайте в описание и переходите по ссылке. Кстати, в подарок вы еще получите курс английского для дизайнеров. Круто ведь? Удачи! Ну, а мы едем дальше. Искусство мы с вами обсудили. Теперь давайте по хронологии. В четверг, за день до того, как Гарри под покровом ночи улетел в Нигерию, Гарри зря день не потерял и посетил организацию Scotty's Little Soldiers, которая поддерживает детей погибших ветеранов. Гарри вовлечен в работу фонда аж с 2017 года, но сейчас, понятное дело, он посетил этот фонд как частное лицо. Вопросов ноль. Гарри радостный, вовлекается во все активности. Тема его дорогая и любимая. Но вот мужские одиночные выходы обычно не особо интересно освещать, но вот Гарри даже скучные королевские выходы, ну, не скучные, рядовые, ему удавалось сделать их живыми. Он очень органичен в этом всем, и я когда вижу такие отголоски прошлого, очень мне становится обидно, что это крайне редкие сейчас эпизоды. А Уильям в тот же день начал свою двухдневную поездку в Корнуэлл. Он же герцог корнвольский, это один из двух титулов герцогов, за которыми реально стоит земля и недвижимость доходов. Кто не в курсе, напомню, что второй у Чарльза, он герцог ланкастер. Остальные герцоги йоркский, сасокский, эдинбургский и другие, только на бумаге, без материальной составляющей. Это первая поездка Уильяма в Корнуэлл с тех пор, как он стал герцогом корнвольским. Я вам скажу, что на Уильяма приятно смотреть не менее, чем на Гарри. Он улыбался, был активен, говорил о Кейт, хоть и стандартные фразы, красивый ходил по живописным корнвольским берегам, просто любо-дорого глядеть. Тут, конечно, вариант более королевский и сдержанный, чем у Гарри, но какого-то напряжения, как раньше, например, да, не чувствуется. Программа для Уильяма была насыщенная. В первый день встреча по проекту строительства жилья в герцогстве для бездомных, я вам рассказывала про этот проект, и визит на пляж, где речь шла о безопасности на воде. Уильям там, ну, очень крутой и красивый, ходил в рубашке с закатанными рукавами, в солнечных очках, с детьми в мяч поиграл и на гипсе одного мальчика расписался. Уверена, что этот кусок гипса пасан себя сохранит на долгие годы. Вообще-то им расписываться нельзя, но, видимо, если не на бумаге, то можно. Уильям даже пошутил, столько никому не говори, мне, по идее, нельзя этого делать. Кстати, на этом пляже в Корнуэле Уильям и Гарри проводили много времени, когда были детьми. Интересно, не взгрустнулось ли Уильяму, ведь в это самое время его брат был совсем близко в Великобритании. Вроде бы всего два выхода, но они были очень долгие. А в пятницу, когда Мэган и Гарри улетели, Уильям продолжил свой мини-тур на островах Силе. Сначала мне попалось видео, как Уильям покупает булочки, и это кто-то понял и тиражировал как случайную съемку. Уильям купил пять булочек, добавив, что они все не для него, хотя, уверенно, он спокойно мог бы все пять и съесть. Но на самом деле это было в рамках рабочей программы, что понятно, по костюму. Ну и, конечно, по профессиональной камере за спиной. А вот этот кадр просто огонь. Уильям тут очень мне Диана напоминает. Уильям посещал больницу и порт Святой Марии, продолжая излучать сплошной позитив и оптимизм, что отметили эксперты по языку тела. Да и своим языком Уильям тоже говорил о семье, чем и помог делу. Он сказал, что его семья расстроена, что он в Корнвейле, а они нет. Дети завидуют, и когда женщина спросила, может он еще вернется с ними, Уильям ответил, что да, может быть позже в этом году. Про здоровье Кейт, конечно, тоже спросили, и, естественно, Уильям сказал, что у нее все хорошо. Ах, вот если бы, если бы с герцогом Корнвольским была герцогиня Корнвольская. Это я сейчас про Кейт говорю, а не про Камилу, потому что Камилу уже герцогиней два года как не является. Это могла быть такая битва в инфополе с Сасекскими, как помните, когда был Инвиктус в Германии, когда Кейт выходила пять раз подряд в короткое время. А так, несмотря на то, что Уильям на сто процентов достойно и правильно себя вел, обсуждали все, конечно, с Сасекских. Но вот если бы докобы, я уверена, Кейт придумала бы что-то такое очень интересное ради такого случая, тем более локации позволяли. Погода, отличный пляж, красота. Без видео дворец Уильяма, конечно, не оставил. Два видео со слоумо, все как, в принципе, полагается. Уильяма, конечно, встречали очень тепло, и он с удовольствием со всеми общался и фоткался, и во всей этой сельской строительной теме. Он, в принципе, согласитесь, выглядит ничуть не хуже и вполне себе органично, ровно так же, как и Чарльз. В воскресенье внезапно появилась Камилла на конных соревнованиях фалатики в своем синим любимом цвете. Кстати, там же в Корнувелле выяснилось, что любимый цвет Уильяма синий. Кейт тоже его любит. Походу, это семейное. И в этом, казалось бы, семейном стандартном выходе были очень интересные встречи. Ожидаемо Зара выступала, ее пришла поддержать вся семья, майка, дети. В другой день даже отец Марк Филлипс был. Также там был ее брат Питер с дочками и новой девушкой. Так даже и не скажешь, что новой, правда? Вот есть у человека типаж, и он его придерживается. От системы, как Гарри, не отступает. Внешний сходство с бывшей девушкой Линдси и бывшей женой Отем отметили таблоиды. Новую девушку Питера зовут Гарриет Сперлинг, ей 40 лет, и она медсестра. Неназванный друг Питера сказал, что они встретились совсем недавно. И пара была на соревнованиях два дня. Камила чуть-чуть пообщалась с Питером. А знаете, с кем еще пересеклась Камила? Просто коллаб – мечта всех конспирологов. Роуз Ханбери. Просто держите меня семеро. Они точно, ну точно обсуждали план развода Уильяма с Кейт во имя всемирного господства любовниц. Уильяма только не спросили, было у него что-то с Роуз на самом деле или нет. Про всю эту заварушку Уильям, Роуз и Кейт, откуда что пошло, как там может быть замешана Кейт, я рассказывала вот в этом видео, обязательно посмотрите, все поймете. Камила-то с Роуз всего пару слов перебросилась, присутствие еще одной женщины и фотка одна. И таблоиды пишут, что видимо Роуз переступила через все эти сплетни о романе, Роуз через адвокатов же даже высказывалась, но и не побоялась с Камилой увидеться. С Камилой! Ну и прекрасно, я считаю, я категорически не верю во всю эту заварушку, опять же, с Роуз, в этот роман с Роуз, выглядит как полнейшая чепуха, опять же, посмотрите видео. Далее, в миллиардный раз в прессе говорят, что Беатрис попадет в работающий Роялс замещать Кейт. Источник не весь какой, да или мейл, но якобы скоро мы увидим Беатрис на каких-то ключевых мероприятиях. А какие у нас ключевые мероприятия вскоре? Это летний Trooping the Color и государственный визит японцев самое главное. Также еще несколько приемов в саду, гарден-пати, 80-летие высадки в Нормандии и день ордена подвязки. Я уже все устала говорить, как бы круто Беатрис помогла бы фирме, как я лично ее жду в работающих Роялс и как сильно я хочу ее увидеть в Тиаре еще раз. Евгения якобы тоже входит в расширенный список на какие-то мероприятия, но упорно Беатрис. Без конкретики при этом нет, но дай-то бог, все так и будет. Только я, знаете ли, против Беатрис вместо Кейт во время государственного визита японцев. Давай, Кейт, выздоравливай. Беатрис-то хорошо, но все-таки Кейт это лучше. Постфактум, когда Гарри уже прилетел в Нигерию, Сандэй Таймс рассказали, что Чарльз все-таки предлагал Гарри какую-то королевскую резиденцию. Королевский дом просто назвали без конкретики, но Гарри отказался. А неназванные друзья Чарльза рассказали, что Гарри к отцу ни с какими вопросами встретиться, о чем мы говорили ранее, не обращался. Сторона Гарри, опять же, как я и рассказывала в прошлую пятницу, говорит, что дело было в загруженности графика короля. Через инсайдеров вообще настаивают, что давным-давно подавали запрос. Если правда, что говорят неназванные друзья Чарльза, то я что-то чувствую за ерунду. Дворец постфактум финты какие-то выкручивает, да? Тактика молчания была в разы эффективнее, мне кажется. Так похоже на детский сад. Гарри говорит одно, дворец через инсайдеров что-то там обрехивается. Ну, на руку в данном случае играет просто, ну как бы, потому что собака лает, караван идет. Хотелось бы верить, что это просто выдумки таблоидов, а то похоже на не очень благовидный, дальновидный шаг со стороны пиар-команды Чарльза. А вот далее меня просто вынесло. Чарльз не нашел времени, чтобы пообщаться с сыном, с Гарри, но зато нашел время, чтобы встретиться с Бэкхэмом. Вот он, конечно, козел, да? Но давайте разбираться на самом деле. Это опять рассказали Sunday Times. Фото со встречи нет, сразу говорю. Но якобы она состоялась в пятницу, когда Гарри уже был в Нигерии, так что Бэкхэм явно не тот приоритет, на который Чарльза типа променял Гарри. Встреча была по фонду Чарльза Kings Foundation, и у многих возникли сомнения, была ли вообще эта встреча. Как бы дворец не объявлял, но встреча рабочая, а фото нет. Что называется, хотите верьте, хотите нет. А Бэкхэм, он же открестился от принца Гарри, дружит исключительно с Уильямом и королевской семьей. Приоритеты расставлены. В понедельник редкое для последних месяцев мероприятие, появление Чарльза и Уильяма вместе. Пока Гарри ищет свою семью, то ли среди Спенсеров, то ли среди нигерийцев, отец и сын вместе посетили авиационный центр, где Чарльз передал Уильяму свою должность, главнокомандующий корпусом армейской авиации. Чарльз в этой должности был 31 год, то есть сам будучи принцем Уильским, так что тут привязки к титулу монарха нет. Как таковой церемонии не было. Пара фото и все. Но просто смотреть на Чарльза и Уильяма вместе приятно, красивые и довольные. Одинаковые галстуки, как и у других военных этого корпуса при гражданском костюме. Чарльз еще пообщался с военнослужащими и публикой, а Уильям, как старый, добрый, сел в кресло пилота и полетел. Далее пятничная традиция, вопросы из моего телеграм-канала. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Самое лучшее королевское сообщество в русскоязычном телеграмме. Вопрос номер один от Ангелины. Люда, скажите, а часто ли Камилла выходит в свет в легендарном скандальном браслете с буквами FG? Для тех, кто не знает, буквы FG означают Фред и Гладис. Имена персонажей из радиопередачи, которыми называли друг друга Чарльза Камилла. Чарльз преподнес Камилле браслет с этими инициалами, и это был якобы прощальный подарок Камилле перед свадьбой с Дианой, о котором Диана все равно узнала. Я вообще нашла всего одну фотку Камиллы в этом браслете, 1989 год. Видимо, Камилла его больше не носит на публике, иначе мы, конечно, бы заметили. Вопрос номер два от Алены. Есть ли фрейлины у принцессы Уэльской и принцессы Анны? Какой порядок их назначения? Какие требования к кандидаткам? У Кейт нет, у Анны аж 11. Например, подруга Зары, Долли Мотт. А требований никаких нет. Женщины выбирают их из своих родственниц и подруг. Это вполне могут быть и не титулованные женщины. Сестра Камиллы, кстати, не ее фрейлина, ну или компаньонка. Многие думают, что Кейт таки наберет себе фрейлин, став королевой, и номером один в этом списке будет, естественно, Пипа. Вопрос номер три. Допустим, у вас появляется шанс получить честный и исчерпывающий ответ на вопрос из разряда «Самая тайная тайна королевской семьи». Какой бы это был вопрос, разгадка тайны и прочее? Даже не знаю, такое ощущение, что ответы на вопросы мы, в принципе, сами уже и знаем. Например, хотелось бы задать Меган вопрос «Какие твои реальные мотивы?» Ну, мама дорогая, мы и сами прекрасно их видим, и это все понятно. Может быть, хотелось бы задать вопрос Кейт «Нравится ли тебе Меган?» Мы знаем на этот вопрос ответ «Какие твои были мотивы, когда ты встречалась с Уильямом?» Или хотела встречаться? Мы тоже знаем ответ на этот вопрос. Убила ли королевская семья Диану? Ну, к сожалению, уже на этот вопрос мало кто может ответить. Да и тоже, наверное... Ну, не знаю. Каждый, наверное, на этот вопрос отвечает сам себе по-разному. Было ли что-то у Уильяма с Роуз? Как на это отреагировала Кейт, если что-то было, да? На самом-то деле, не знаю, нужны ли эти ответы, потому что если четко получить ответ на вопрос, то тогда не о чем будет разговаривать. Так что давайте обсуждать все так, как мы обсуждали и до этого. Ну, их эти честные ответы. Далее врывается внезапно мини-рубрика новостей королевского кино. Официально анонсирован третий фильм по аббатству Даунтон. У меня только один вопрос. Зачем? Прекрасный сериал. Я его просто обожаю. Кейт, кстати, тоже его очень любит. Но фильмы — это другая история совершенно. Первый был довольно нудный, но все-таки я его осилила. В центре сюжета был визит короля Георга Пятовой Марии Текской. В принципе, можно досмотреть до конца, если соберешь волю в кулак. Со вторым фильмом я тянула. Когда увидела, то пожалела, в принципе, что начала. Высасывали сюжет как могли. Половина фильма вообще в другом месте происходит. Той самой атмосферы, которую я люблю в сериале, просто ноль. От себя лично я не рекомендую смотреть этот фильм, если вы тоже, как и я, любите сериал. Актерский состав в третьем фильме все тот же. Я, конечно, понимаю, что они отбили бюджет второго фильма. Не хотят останавливаться, но пора бы. Приквел про, например, бурную молодость, добствующую графиней Грэнтом был бы куда интересней. Не знаю, мои ожидания тут ниже Плинтуса. Не уверена, что буду вообще смотреть. А еще выйдет фильм про Екатерину Парр. Это последняя жена Генриха Восьмого. Да, никак именно Генриха Восьмого в покое не оставят. Но скажите спасибо, что хотя бы не про Анну Болейн очередной фильм. Называется Firebrand, подстрекательница. Премьера была на Каннском кинофестивале еще год назад, но в кинотеатрах его начнут показывать только с 21 июня этого года. В роли Екатерины шведская актриса Алисия Викандер, которой королевские роли не в новинку. А кто король Генрих? Божечки-то мой, Джут Лоу. Даже с бородой, а-ля старый страшный Генрих, это все же еще Джут Лоу. Мне очень интересно, хотя отзывы критиков среднячковые, и, вероятнее всего, с реальной историей это ничего общего иметь не будет. Но хотя бы за игру актеров беспокоиться здесь не приходится. В среду Камила похвасталась новой мантией. Король и королева вместе были на ежегодной службе посвящения ордену Британской империи в соборе святого Павла. Тот самый орден, чем великим магистром, Чарльз недавно назначил Камилу. И тот самый собор, где ровно за неделю до этого был принц Гарри. Там же, кстати, свадьба Чарльза и Дианы проходила. Всегда об этом думаю, когда дело касается этого собора. Мантии розовые освежают. Камиля идет, она бабулечка-красотулечка в любом цвете. Под мантией было платье в розовый цветочек. Конечно, очень спорное решение, но его практически не было видно. Чарльз улыбался и был максимально весел. Ну что же у нас тут такое? Роуз Ханбери, привет! Сын Роуз Ханбери, тоже привет! И началось опять про сговор любовницы о том, что сын Роуз это на самом деле сын и Уильяма в том числе. У меня просто no comments. Мантию короля действительно на самом деле нес один из сыновей-близнецов Роуз, лорд Оливер Чамли. У короля четыре пажа, которые периодически появляются с ним на мероприятиях. Ну вот решил Чарльз Оливер взять с собой в этот раз. Оливер там на самом деле действительно на особом счету и не потому, что он-то на самом-то деле сын Уильяма, давайте оставим эти глупости. А потому, что его отец служил королеве Елизавете 32 года, и к тому же он единственный паж короля из аристократической семьи. К тому же он еще и из старших. И далеко не факт, что Джордж будет еще хоть раз исполнять обязанности пажа. Я не удивлюсь, что на коронации это была единоразовая акция. На открытии парламента вместе с него был Чарльз Ван Катцем, сын друга Уильяма. В тот же день была еще вторая гарден-пати. Очень урезанный состав. Только Чарльз с Камилой, Эдвард и герцогиня Глостерская. У Чарльза и Камилы, видимо, день розового. Выглядели оба гармонично и красиво. Из знакомых лиц на приеме радиоведущий Роман Кэмп, который с Кейт записывал выпуск про ментальное здоровье год назад. Супермодель Роузи Хантингтон Уайтли, Кейт Мосс, режиссер Ридли Скотт и другие. Но что там случилось с фондом Арчево, как я вам обещала рассказать. В понедельник Меган и Гарри улетели из Нигерии. Только одна фотка с ракурсом беда, наряд простенький у Меган. Но даже тут усмотрели косплей на Диану. Ну, может быть. Мне кажется, тут на самом деле не очевидно. Да и не важно, когда мы говорим про какую-то странную фотографию и путь в аэропорт. Но вот стоило Сасекским улететь, и теперь внимание, очень внимательно. Page Six, который обычно дает инсайдеры от Сасекских, публикует вот такой документ, который как бы, ну, против них. Уведомление от Генерального прокурора о том, что Арчево внесен в список правонарушителей из-за задержки платежа и непредоставления отчета. Это значит, что пока они не объясняют, где отчет, почему он был задержан и не заплатят сбор плюс штраф, весь денежный оборот приостанавливается. Им нельзя ни тратить, ни заниматься сбором денег. Бумага датируется 3 мая, а всплыла только сейчас, 13 мая. Инсайдеры сообщили, что чек и отчет были отправлены, и, наверное, там просто отчет не получили или не посмотрели еще. И что вы себе думаете? Когда все уже вроде как позлорадствовали, забыли, сам губернатор Калифорнии начал публично говорить, что это была техническая ошибка. Фонд Меган Маркл и Принц и Гарри просто офигительную работу проделывает по теме ментального здоровья. Вы все раздули тут хайп из-за чего, сплошные похвалы да похвалы. Но действительно, все подправили очень быстро, и из списка неблагонадежных Арчево убрали, будто ничего и не было. А у меня остался вопрос, что это был за цирк? Но ошибка, ошибка, губернатор же сам сказал, что достаточно распространенная. Вот она стоила того, чтобы больше минуты распинаться о том, какой это святой фонд, и какие святые люди им заправляют. Написали бы Арчево бумажку, что произошла ошибка, извините, все нормально, документы и деньги получили, всего 400 долларов, кстати. Сасекские с удовольствием бы потом эту бумажку обнародовали. Стейтмент, кстати, был от офиса. Но нет, мало, губернатор. Сколько там фондов в Калифорнии? За каждый из этих фондов губернатор лично извиняется? Стоит, что-то мнется, слова подбирает, будто бы сам вдоль с Меган и Гарри свою пятую точку прикрывает. Я прям вижу Меган и ее глаза, которые... О май гад, I'm deeply hurt. Арчево, такой прекрасный фонд, который стольким людям помогать, а никто этого не ценить. Столько people мы помогли. Thank you, мистер говернатор, for your support. Я прям вижу это. И адепты Сасекских в один голос. Боже мой, Арчево, такой прекрасный фонд, потому что это лучшее, что случалось в мире фондов за последнее время. Они ведь не льют воду, они только делают дело. Непонятно, правда, какого черта поперли с Нигерию, но это не важно, потому что они помогают. Они очень-очень много помогают. И нет, не хайп, как сказал губернатор. Тут чисто оправдание. Касаемо Меган и Гарри, любая сплетня хайп. Но далеко не все комментируется даже через инсайдеров. А тут целый губернатор. Касаемо таких фондов, всегда есть подозрения и истории, что не все там идет на благотворительность. В данном случае что-то нет, нет, да и на наряды Меган. Вот в Нигерии она почти 120 тысяч фунтов потратила на новые наряды и украшения. Свечку, конечно, никто не держал, да и если кто держал, то никогда нам не расскажет, но чует мое сердце, что этому фонду жить недолго. Финансирование уже совсем не то. Отчеты, помните, я вам рассказывала, с примазыванием к чужой помощи. И теперь вот это. Хотя официально их репутация восстановлена и все окей, такие эпизоды бесследно не проходят. Мутная история. Дата на бумаге, напомню, 3 мая. А уведомление, что получается, только сейчас пришло, и Арчвелл со всем миром узнал, что он в реестре. Ой, не знаю, не знаю. Сомнительно и даже не окей. Ну а на сегодня, я думаю, буду заканчивать. В любом случае, я остаюсь здесь, чтобы разобраться в любой ситуации, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте роя лайки этому видео, в комментариях можете обсуждать все, что угодно. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok